Сорок третья глава книги пророка Иеремии Аварух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоанн, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ голоса Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанн, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех городов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, Мужей, и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Годолией, сыном Ахикама, сына Сафан Сафуанова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии. И пошли в землю египетскую, ибо не послушали голоса Господня и дошли до Тафниса. И было слово Господня к Иеремии в Тафнисе. Возьми в руки свои большие камни, и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе перед глазами иудеев. И скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, И раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит, и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бевсамисе, что в земле египетской, и капища богов египетских сожжет огнем. Продолжение следует...